Одни утки. Про тебя, походу. Почему она так себя ведёт? И тут-то самое веселье. Я могу говорить об этом долго. А самое интересное, как мы с ним познакомились. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И в гостях у меня Люси Ли, моя подруга. И сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. В своём инстаграме я делала пост. И там говорила, задавайте нам вопросы, фотографии из прошлого нашего. И, в общем, вы написали, тут у меня 111 вопросов. В общем, начинаем отвечать. Часть будет здесь, продолжение будет на втором канале, потому что вопросов очень много. Мы хотим попробовать ответить на все. Посмотрим, как получится. Ты готова? Да. Итак, поехали. Бывало ли такое, что казалось, это не твой человек и надо прекратить общение? Бывало. А, в смысле? А, для меня в своей истории. Очень быстро она говорит. Бывало, не бывало. Поехали дальше. Если по отношению к Селене, нет, а в жизни, да, много раз было. Да, у меня тоже не было такого. Если сравнить Крис и Любу, кто из них лучше тебя знает? На самом деле, мы это видео уже второй раз записываем, потому что в прошлый раз мы говорили тихо. И я повторюсь, что примерно одинаково они меня знают, потому что с Кристиной я дружу очень давно, а с Любой я долго жила в Москве. И от обеих у меня нет секретов, вот. И у нас довольно-таки большой опыт вместе. Поэтому я думаю, что даже не плюс-минус, они меня одинаково хорошо обе знают. Ощущение, что Селена часто старалась копировать свою подругу. Так ли это? Давай ты как-то. Так же, вы меня задаете вопрос, я считаю, что нет. Нет. Я могу сказать, что в целом я никогда никого не копирую. В принципе, у меня нет такой привычки прям копировать, слизывать у человека что-то. Но если мне что-то нравится, я всегда возьму какие-то фразы, может быть, что-то на человеке сидит красиво, да, и даже я могу себе примерить чьи-то взгляды. Если мне кажутся они более целесообразные, чем мои, более интересные, более качественные, вот, то тогда я могу и взгляд чей-то позаимствовать. Мне кажется, это у всех людей так. Ну, мне тоже кажется, что это у всех, не знаю, это, наверное, только дети могут писать, и почему иногда, когда пишут мне что-то про копии, там, или вы кого-то слизываете, за кем-то повторяете, мне кажется, что это у девочек вот в 13 лет, в 10, вот у них такие есть приколы. Кто-то, что-то кого-то копирует, слизывает. Во взрослом уже как-то по-другому на все это смотрится. Просто нравится. Чего ж теперь не делать? Одинаковые позы, взгляды, губы утка. Для чего этот пафос и напыщенность? Мы были в образе в то время. Ну, это да, если это судят по фоткам, которые в инстаграме, да, но сейчас я тоже иногда люблю губы уточкой, не знаю, это привычка, но мне кажется, что мне, например, идут губы уточкой, хотя у других не нравится. Вот такие двойные стандарты. Это свое, каждый, вообще, иногда смотришь инстаграм, там вообще... Одни утки. Да. Мы еще лают в утке. Почему она вечно в телефоне и никогда не улыбается? Это про тебя, походу. Не знаю, почему. Такой странный вопрос. Если, например, человек что-то снимает, как бы я не особо люблю влезать там в кадр или еще что-то, я занимаюсь своими делами. Чтобы я не улыбалась, мне кажется, я всегда рожала. Мы, на самом деле, недавно поднимали этот вопрос по поводу того, кто как себя ведет, когда включается камера. И Люся, например, потому что у нее нет привычки еще все время быть в кадре там, да, или что-то делать, она просто старается вести себя ненавязчиво, потому что, с одной стороны, это может быть некрасиво, когда человек снимает, а ты лезешь в камеру, да. Вот, а когда меня снимают или, допустим, просто где-то находится рядом камера, то я уже во всеоружии просто привычки. И мне, например, кажется отчасти, что, ну, как будто я игнорирую процесс этот, что человек, и я иногда вот, ну, влазю вот так вот, да, там, или стараюсь вроде весело сесть. Это просто люди замечают, которые, например, вот лазают именно, например, даже возьмите любой инстаграм, вот любого блогера, который появится, один какой-то человек, который все равно влезет в этот кадр, да, чтобы создать. Мне, наоборот, нравится, когда влазают в кадр, вот что-то происходит, а не вот это вот, ну, дядя. Ну, короче, по-разному, два мнения. То есть кто-то стесняется быть навязчивым, да, и как-то некрасиво себя попробовать повести, да, а кто-то думает, что наоборот, он если молчит, то это некрасиво. И твое мнение имеет место быть, поэтому такое и происходит, наверное. Люба, общается с Крис? Нет, это не моя подруга, поэтому я к ней нормально отношусь. Привет, как у вас получилось сохранить дружбу на расстоянии? Я на самом деле думаю, во-первых, вот для меня дружба что такое? Во-первых, это единые интересы, у нас всегда были единые интересы. Во-вторых, это взгляд. У нас могут быть разные взгляды на какие-то относительные ситуации, но у нас глобально, глобально один взгляд на жизнь, потому что мы обе буддистки, буддистский взгляд. Это важно, потому что всегда, когда мы общаемся, мы так или иначе приходим к тому, что нужно работать над собой, саморазвитие и так далее, и так далее. Это, ну, как бы тоже, да, имеет место. Это объединяет очень сильно. Да, объединяет. Например, советами какими-то, я, например, что-то происходит в моей жизни, я могу позвонить с Елене и там посоветоваться. То же самое она ко мне. Я не знаю, как правильно подобрать слова. Но это взгляд. Это взгляд, один, единый взгляд на то, как мы смотрим. Это именно что касается глубокого взгляда. А поверхностно, это желание выглядеть красиво, желание красиво одеваться, красиво жить, как бы эти стремления все, они тоже объединяют. И, в общем, я думаю, что пока у нас есть общие интересы и есть всегда о чём поговорить, мы это делаем. И делаем это часто. Да, самое главное, вот это общие интересы. Потому что с возрастом всё меняется, меняются взгляды, меняются всё, почему люди распадаются, дружбы заканчиваются. Потому что теряется интерес общий. Кто-то уходит в другую сторону, другой человек в другую. И поэтому и дружбы нет. Дети у нас одновременно, почти там разница, полгода появились. Тоже он. Так, давай следующий вопрос. Снимите видео вместе с мамой, кто меня лучше знает, мама или лучшая подруга. Я вчера маме предложила, мы когда с ней ходили, я говорю, мам, вот такой прикольный челлендж с ней. Она такая, да мне кажется, Люся тебя знает лучше. Ты с ней столько прожила, столько всяких, ну, и делишься там с ней. Мне тоже так кажется, что я, наверное, больше... А мне было бы, говорю, интересный челлендж такой. В общем, она вроде бы не против. Посмотрим. Ну, можно попробовать, я не против. Что думает Люба о ситуации с Крис? Хотела бы она примирить бывших подруг. Так, сразу уточняю. Кристина не моя подруга. Это Селенина подруга. Ихние отношения и всё, что касается их, это только ихние. Поэтому я вообще никак сюда не вмешиваюсь. И к Кристине я отношусь хорошо. И пусть сами решают. Поэтому этот вопрос уже надоел. Надолго Люба приехала к тебе? Вообще у меня были мысли переехать в Ростов. Попробовать пожить здесь, посмотреть там, да, во-первых, Селена тут рядом, там, да, и всё такое. Но всё равно, наверное, я ближе к Москве, потому что там моя жизнь, наверное, больше проходит. Во-первых, у меня мама, там, сейчас брат приедет. Значит, я уеду скоро. Значит, ненадолго. Ты ещё не поняла, что Ростов это супергород. Пока что для тебя моста, она была. Ну да, может быть. Какая у вас была нелепая ситуация? Блин. Вот второй раз снимаем это видео? Так, нелепая ситуация. Есть? Да, нелепая. Нелепая, подожди. У нас всё такое лепое всегда было. Нет, у нас их много было, но я ничего не помню. Нелепая, нелепая. Боже мой, ну чтобы мы куда-то уехали. Или куда-то попали. А, была ситуация, всё, вспомнила. Мы же познакомились в буддистском центре. У нас был ретрит в Калуге. И тут Селена говорит, у нас ещё подруга была, Кристина. Мы всегда ходили втроём. Только втроём. Это другая Кристина. Это другая, да. Кристина, она из Москвы. И вот. И Селена такая, блин, ну давайте, короче, девчонки, поехалите в Калугу. И тут-то самое веселье. Мы не могли выехать с МКАДа на дорогу в сторону Калуги и проездили три часа. Вот это вот я помню. Три часа по МКАДу. С музыкой, с весельем, потому что мы всё время включали музыку какую-то. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот так МКАД раз, проехали я. Так, поворот пропустили, повернули. Повернули, ещё опять. Короче, так, три часа, девочки. Три часа мы не могли выехать. Это самое, что я запомнила. Так, мне кажется, у нас таких ситуаций было много, но я не помню просто уже. При каких обстоятельствах познакомились? Мы познакомились в буддийском центре в Москве. Знакомство было на самом деле странное, потому что Селена мне на самом деле не понравилась. Потому что она вся была такая, ну прям, ну, слишком любвеобильная. А она такая вся вот так вот и так. Но то, что вам нравится во мне, то вот ей не понравилось. Мне это не понравилось, потому что я как бы более сдержанный человек, и вот такие вещи очень контролирую. И, соответственно, как бы я на Силю смотрела, думаю, почему она так себя ведёт? Но внешне она мне очень понравилась, прям очень. Ну, вот поведение мне было непонятно. И мне, я за ней наблюдала. А я когда увидела Люси, она смотрела на меня пристально. Чтобы вы понимали, у нас разница в возрасте очень большая. В тот момент, когда я уже была такая, можно сказать, женщина-бамп, я уже себя тогда считала такой. Она была девочкой. Не 16 лет было. Да, она была скромной девочкой. Но она стояла или сидела, я уже не помню, пронизывала меня взглядом. Но всегда, как я многим девчонкам говорю, девочки, когда на вас смотрят, знаете, бывают две реакции. Смотрят на тебя, ты думаешь, блин, ну понравилась я. Или реакция, что вылупилась, что не нравится. То есть две. Вот у меня всегда было, что я нравлюсь. Потому что я сама себя люблю, думаю, как меня можно не любить. И я думаю, влюбилась. И потом, как бы, я заметила, что она на меня так смотрит. Думаю, ну понравилось девчонке. А потом как-то прошло время, и мы этим днём, по-моему, да? В следующем или этим днём мы опять же столкнулись. На вечеринке уже. На вечеринке столкнулись. Общий большой. И собрались, короче, в компании. Такой вот, как-то она совершила возле барной стойки. И всё, и пошло-поехало. Тогда мы познакомились с нашей третьей подругой, которую звали Кристина, но она из Москвы. И моим лучшим другом, о котором я всегда вам рассказывала. И её бывшим мужчиной. Да, с которым я прожила 6 лет, и я этим горжусь. Он прекрасный мужчина. А я с ним дружила всегда. Влюблялись ли вы в одного парня или ссорились из-за этого? Нет. Из-за одного парня не было такого, чтобы ссорились. Да, чтобы ссорились нет. Но по поводу вот влюбления. На букву С этого не будем вспоминать, потому что ты была не влюблена, я так понимаю, в него. Или была влюблена? Кого? О, да я вообще видеть не могла. Вот. А я была влюблена. Короче, за мной начал ухаживать парень. Вот. И я, как бы, он мне вообще не понравился, потому что там свои какие-то эти были. Ну, он как бы пытался, там и книжки дарил, и цветочки дарил. Всё. А я вот фырк-фырк. И в конце концов он резко пропадает, а оказывается... А самое интересное, как мы с ним познакомились. Это мой брат хотел познакомить Люси с ним, но мы пошли вместе, как бы. Я пошла к брату к своему, а Люси пошла знакомиться, да. Да, и получилось так, что она начала с ним как бы встречаться, да. А я влюбилась с того с первого дня, но вида не показывала. Хотя я и говорила, говорю, ой, мне понравился, понравился. Вот. Ну, и потом в какой-то момент они перестали общаться, и я с ним вот прожила два с половиной года. Такая вот история. Я что-то рассказывала вам там, да, за эти отношения далеко. Вот. И как-то нам нравился один парень тоже в одном клубе. Мы увидели одного парня, и он нам понравился. Я с ним ходила на свидание один раз, я помню. И всё. И вот после первого... В кино мы сходили, и вот как-то он... Ну, вот вообще, что-то не зажгло. Не зажгло, потому что скучный, потому что он работал в клубе, у него были взгляды неинтересные, как-то вот всё было не очень. Говорит, такой есть брутальный на татуировках. Брутальный, да, красавчик. А вот с мозгами вот... Ну да, и я с ним погуляла один раз, и поняла сразу, что-то вообще не было. Да, он на байке приехал. Я вспомнила, на байке он ездил. Ну да, да. Ну, короче, не то, не зашло. Всё. Но мы никогда не ссорились из-за этого, и я не помню, чтобы были какие-то хоть претензии, там, или ещё что-то. Завидовали ли вы друг другу? Нет. Нет. Я, наверное, вообще из тех людей, которые не умеют завидовать. Как бы это странно не звучало, я наоборот. Когда у кого-то что-то... Например, у Селены что-то происходит хорошее, у меня наоборот. У меня всегда ощущение такое, что... О, круто. Такое ощущение внутри, как будто у меня что-то случилось, и у меня радость. Ну, насчёт зависти нет. Ни у Селены, ни у меня это 100%. Потому что если бы у нас была бы зависть, это 100%, мы были бы какие-то неуспешные, или там друг другу как-то препятствовали. Это 100%. Я вот с опытом, со временем, общаясь с подругами, со знакомыми, это я видела. Какой национальности люба? Пусть это будет, пожалуйста, секретом. Придёт время, я сама вам раскрою. А пока гадаете. Были ли у вас серьёзные ссоры? Если да, то по каким причинам и как разрешили эту ситуацию? Смотря что называть серьёзными ссорами, на самом деле, такие серьёзные ссоры, чтобы мы не общались с того момента, как мы стали дружить. Потому что мы познакомились в 2007 году, а прям крепко дружить начали, я считаю, где-то с 2008. Наверное, год мы притирались друг к другу. И до этого я не считаю, как бы, да? Я не знаю, как Люси, она сейчас рассказала. Не, ну я тогда на тот момент считала её подругой. И прямо была прям восхищена там подруга-подруга. А у неё было другое восприятие. И, соответственно, происходили какие-то моменты, которые, например, я бы так не поступила, или не сделала там какие-то такие вещи. А потом, когда у нас произошёл очень серьёзный конфликт, мы не общались, месяц, наверное. Я даже не помню, из-за чего. Вот. Месяц. Я тоже не помню, но было очень как-то вот очень всё плачевно. Мы месяц не общались, и как-то в один день всё сложилось, что Селена решила со мной поговорить. Все конфликты, я могу так вспомнить в двух словах, что все конфликты, на самом деле, были из-за того, что я же была взрослая, мудрая, оттуда, умная, а чересчур и язвительная баба, с чем работала всю свою жизнь, да? И, естественно, Люся для меня была девочкой, неопытная где-то, глупенькая, ещё что-то. И в связи с этим, может быть, я, не может быть, а точно, я вела себя очень высокомерно, наодменно, это делаешь неправильно, это не то, естественно, проявляла себя в самых ужасных проявлениях, в тот момент, когда она меня уже считала своей подругой. Вот, и в какой-то момент, благодаря моему лучшему другу, я переосмыслила многие вещи и поняла, что я, в принципе, такой же была девочкой когда-то, которая точно так же делала какие-то ошибки, где-то неправильно смотрела на какие-то вещи, и что мне нужно быть более терпимой и более с пониманием к этому относиться и даже, может, где-то помочь. И, как бы, это не повод для того, чтобы человека где-то там, может быть, осуждать или высокомерно себя вести. И у меня в один момент просто перевернулось вот так вот сознание, и я поняла, что у Люси есть такие качества человека, которые мне очень нравятся и которых нет во многих людей. И даже сейчас вот так встретишь, чтобы, да, ну вот преданность, например, в дружбе, да, там, внимательность, забота какая-то, в общем, вот такие хорошие качества. Вот, я подумала, что я хочу с ней дружить, и извинилась тогда, и говорю, все, вот с этого момента, если я буду как-то себя стремно вести, ты можешь вообще делать вот что хочешь, все, перестанем общаться, если захочешь. Вот, она не хотела, конечно, не хотела дружить со мной, но я ей говорю, давай, дай шанс, и все, вот один раз. И вот с тех пор мы дружим, и с тех пор, я считаю, что у нас серьезных ссор не было. У нас были какие-то конфликты, все на эмоциональной почве. Ну да, потому что все, я, например, очень эмоциональная, я очень эмоциональная, наверное, эмоциональнее, чем ты, да, или у нас одинаково. Ну, после последней думаю, что я эмоциональная. Да, ты не эмоциональная, и все. Я эмоциональная. Ну, в любом случае, тут вопрос, наверное, о бережности. Даже когда происходит в отношениях какой-то момент, нужно реально научиться контролировать, потому что если это вам дружба нужна, нужно остыть, а потом поговорить. И тогда все прояснится, и все забудется, и все будет классно. Поэтому прислушивайтесь друг к другу, даже в дружбе и в отношениях. Да. Пишет. Люба раньше была красивее, сейчас вообще неестественная, как манекен. Вы, Селена, красотка, обожаю вас. Спасибо. Так, дальше. Королевой, спасибо. Как обычно проводите время с подругой и как проводили раньше? Сейчас у нас дети, как бы торговые центры, площадки, какие-то шмотки, что-то такое, книжки, там, сериалы и все такое, фильмы какие-то. А раньше... Клубы! Тусовки! Тусовки! Мы очень часто ходили в стрип-клуб. Наверное, все... Мужской. Мужской, да. И, наверное, те люди, которые жили в Москве, особенно девушки, наверное, все через это проходили. И мы каждые выходные тусовались. Не все. Точно не все. Определенный образ жизни был такой, что нам бы прикол туда было ходить. Вообще, я-то когда только в Москву попала... Вообще, самый прикол, что это Селена мне показала это место. А мне показала моя бывшая подруга, одна из бывших, она у меня не одна, да? Одна из бывших подруг, и после этого я подумала, какая клевая там атмосфера. И, в общем, обошла все клубы, и на выходных я тусовалась только там. То есть обычные клубы мне были неинтересны, потому что там... Да, ну, конечно, там мальчики, куча внимания, все такое. Все клубы звонят. Ну вот, и там атмосфера такая прям для женщин. Прям для женщин, и музыка попса, и прям все тебе цветочки, и все-все-все, все вокруг. И эта атмосфера очень располагает. И к танцам, и к расслабому попсу. Я могу говорить об этом долго. Так, давайте. Было ли у вас такое, что вы соперничали за одного мужчину? Нет, это точно нет. Мы не соперничали. Мы не соперничали. Вопрос, что тебе или подруге не нравится в ней или в тебе? Ну, короче, я так понимаю, что нам не нравится в друг друге? Давайте, ты первая. Как младшая. Я тебе вступаю. Не сдержанная. То есть, что тебе не нравится в ней? Не сдержанная? Ну, в каких-то моментах. Я чем-то не сдержанная? Нет, она сдержанная. Но когда ее хватают эмоции, она может, вот, она не хочет обидеть, но во время вот этих эмоций ей хочется вот, эх, прям так дать ядра, так дать. Вот, а так особо пока нет никаких причин, вроде бы, сейчас не могу прикрепить. Что мне не нравится. Да! Такие провокационные вопросы. Все не нравится! Потому что эмоции бывают из-за того, что ты эмоционируешь, да, ты можешь немножко неправильно мыслить. Не так, как оно есть из-за эмоций. И обидеть могу, и я такая же. Мы стараемся сделать более краткие, такие интересные, как бы, коротенькие видео. Поэтому давайте продолжение отправим к Люсе на канал. Мы сейчас здесь с вами попрощаемся. Спасибо за ваши вопросики. И идем дальше. Переходите по ссылочке под видео на канал Люсы. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. И все остальные вопросы там. Все, всем пока-пока! Супер!